Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы будем искать генератор 12 кВт на дачу. Ну, гипотетически у нас он сломался, и сегодня мы с вами поищем замену. Для этого мы откроем поисковик Яндекс. Вот, мы это уже сделали. И просто напишем в строке поиска «Генератор на дачу 12 кВт». Вот, и посмотрим предложение рынка, что у нас сегодня имеется. Для начала зайдем на первые три платные ссылки. Так, что мы видим? Мы видим сайт grandmotors.ru. Инжиниринговые энергетические решения. Мы видим довольно, как сказать, не очень хорошо сделан сайт. Мы не видим слева онлайн-консультации. Зато мы видим сразу телефоны по Москве и Санкт-Петербургу на главной странице. Уже неплохо. Дизельная электростанция от 8 до 3000 кВт. Допустим, 0-20 в поиск. Мы видим... Допустим, я хочу иметь сразу цены. Цены, 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 цены. Мы не видим цен. Это большой минус сайта, если мы сразу сходу не видим цен. Портативные генераторы. 10-17 кВт. Вот это нам нравится. Наверное, здесь... И здесь нет цен. Здесь есть... Технические данные. Такие как... Топливо, используемое в генераторе. Генераторе, объем бака, двигатель, запуск, мощность киловатт, цена. Узнать цену. Так, ну, допустим, нам нужен... Так, газовый генератор на 12 кВт. Узнать цену. А, прям сходу цену мы узнать не можем. Это большой минус для сайта. Так, следующий сайт. Кама-е.ру Производство дизельных электростанций Кама-Энергетик. Так, мы видим довольно красиво сделанный сайт. Мне нравятся цвета. Они идут в тренд. Цветовые решения идут в тренд с такими корпорациями, как iOS или Microsoft. Я имею ввиду оформление Windows 8. Своебразный кубизм. Так, ну мы выбираем что? Дизельные электростанции. Ох, здесь дорого. Так, нам нужна мощность 12. Вот, прям вот. 12. Подобрать. Мы видим AD12. Дизельная электростанция. Но мы не видим. Да, мы здесь, кстати, можем посмотреть все, что угодно. И чертеж. Общий чертеж. Комплектация, добро-рудная, шкаф управления. Все как хорошо. Но это не то, что нам нужно. Третья проплаченная ссылка. Ссылка. Сайт называется powerunit.ru Также неплохо оформлен сайт. Скорее всего, шаблонный. Писали в WordPress. Неплохо сделан. На главной странице бесплатный телефон по России. Многоканальный. Можно выбрать язык. Но зачем? Нам это не нужно. Так, видим спецпредложение. Электростанция 12 кг в наличии. 512 тысяч рублей. Это, опять же, не то, что нам нужно. Так. Предложение от Яндокса нам неинтересно. Мы первые три ссылки, которые прошли в топ по рекламе сайта. В общем, практически сами. С собственными силами. Не проплачиваем. И что мы видим? Мы видим форум. Форумы нам неинтересны. Так. Генератор.spb.ru Следующий сайт. Очень красивое оформление. Нестандартно. Писали, скорее всего, сайт на заказ. Очень красивый сайт. Хотя и немножко неясные цветовые решения. Здесь синий цвет. Немножко бы изменить оттенок. И шрифт. Было бы замечательно. Так. Ну что ж. Приступим к поиску. Бензиновый генератор. Мощность 9. 9 это не то. Нам нужно 12. Вот дизельный генератор. Мощность 12 кВт. Так. Это уже огромная конструкция весом. 650 кг. Нам не нужно. Нам нужно что-нибудь более компактное. того. Кстати, вот единственное. Мы не можем. Ага. Мы можем выбрать мощность. Вот 12 кВт. Приводите любой. Найти. Что мы видим? Мы видим ничего. В общем, он не 12. Ну, ладно. Мы поставим код 11. И был 13. Любой приводите. Да, недоработанный поиск. Это не есть хорошо для сайта. Так. И уже нет ни одной цены. Хорошо. Найдем что-нибудь компактное. Допустим, дизельный генератор с водным охлаждением. Мощность 13 кВт. От 12. От 12 у нас тут нигде нету. Ага, есть изолирующий генератор. Даже так. Дизельные электростанции нам не нужны. Так, смотрим по предложениям. Что мы здесь видим? Характеристики. Там модель, напряжение, максимальная выходная мощность, емкость, расход, уровень шума. Вес 320 кг. Да, немаленький, честно. Но мы не видим самого главного. Мы не знаем цену. Цены у нас тут не указаны совершенно. Так, здесь мы видим... Так, переходим к следующему сайту. BestGenerator.spb.ru Мы видим очень плохие, ну, дешевенькие сайты с не очень хорошими цитовыми решениями. Так, не очень хорошо реализована главная страница. Можно было сделать получше уже, выпустить на нее какие-то предложения от магазина. Аренда, ремонт электростанции. Лексами электростанции. Нам нужны генераторы. Компактные. Такое нам не подходит. Следующий сайт. Honda Motor. Ага, это у нас форум. Форумы нам не нужны. Приходим к следующему сайту. ESGenerator.ru Очень бюджетный сайт. Больше похожий на какой-то... Маленькую-маленькую Шарашкину контору. Шрифты выбраны отвратительно. А, просто... Глаза не могут сразу выделить то, что ему нужно. И ищут это. Так. Генераторы бензиновые, генераторы дизельные. Десяти киловат. Вот. Ну что. Ладно. Мы сразу пойдем по фирмам. Отлично. Что же у нас есть в наличии? Это нам все не интересно. Мы хотим посмотреть то, что у нас есть. Ладно. Вот дизельный генератор. Оттуда 12. Так. Ну, допустим. Да. Конечно, хорошо бы было сделать грамотную табличку с поиском. Допустим, вот. Вбиваем какой нам нужен генератор. 12 киловатт. Любая фирма. Там до... Цены с такой-то по такой-то. И сразу ищем. Вот. 4 киловатт. 10 киловатт. 10. 2,5. Это нам все не подходит. Поищем для приличия еще. Хотя сайт мне очень не нравится. Так. 8,5 киловатта. 12. Вес. 380 килограмм. Одна, родная. Один двигатель. Полтора литра. Так. Стоимость. То есть 49 тысяч рублей. Так. Это нам не подходит. Не подходит ни в коем случае. Ищем дальше. Этой категории мы не можем. Да. Как же неудобно сделан сайт. Здесь мы видим огромные уже дизельные электростанции. Так, ну для приличия зайдем еще в пару ссылок и посмотрим. В общем, этот сайт нас тоже ничем удивить не может. Ни цветовых решений. Ничего. Неудобный поиск. Сложно найти нужную продукцию. На этом мы и завершим наш обзор.